Друзья, приходилось ли вам слышать что-либо о гренландском ките? Этот огромный кит является вторым самым большим животным на планете. Темные и массивные, они обитают в изобивающих едой водах Северной Арктики. Эти огромные животные могут быть более чем 20 метров в длину и весить более чем 75 тонн. Это тяжелее космического шаттла. Но несмотря на их колоссальный размер, они могут полностью выпрыгивать из воды. Своё английское название полярный кит получил из-за огромного характерно изогнутой формы черепа. Они имеют нереально большую голову, которая по размерам составляет треть туловища. Голова полярного кита является важной частью их тела. Мы поймём это, когда узнаем, как они используют их. Гренландские киты обладают очень крепким черепом, поэтому когда они оказываются в западне под толщей льда, они используют свои головы, чтобы пробить его. Они могут пробить отверстие во льду толщиной 45 см. Друзья, только представьте, вы гуляете по арктическому льду, и вдруг внезапно лёд под вами трещит и раскалывается. Из-под него появляется один из этих морских гигантов, поднимая свою голову на поверхность, чтобы сделать первый вдох за 90 минут. Поскольку полярные киты обитают в холодной части света, они имеют самый толстый слой подкожного жира, чем у других китов. Их дружелюбность и любознательность сделала их главной мишенью европейских китобоев. Охота почти привела к вымиранию популяции. К счастью, благодаря усилиям охраны окружающей среды, можно было наблюдать, что с начала 60-х годов эта популяция начала медленно увеличиваться в численности. Один из удивительных фактов, касающихся гринландских китов, это их долголетие. Учёные, исследуя гарпун, извлечённые из тела гринландского кита, а также исследуя ткани глаза, обнаружили, что возраст этих китов может составлять более 200 лет. Это значит, что гринландские киты, плавающие в океане прямо сейчас, жили ещё до того, как Абраам Линкольн был избран в президенты. Можете ли вы себе это представить? Среди других самых захватывающих, удивительных фактов гринландских китов, это их очень большой рот. Они имеют самый большой рот среди всех животных на планете. Если кит полностью откроет свой рот, то вместимость его рта будет достаточной, чтобы припарковать там внедорожник среднего размера. Но несмотря на факт самого большого рта, всё же эти киты выживают, питаясь самыми маленькими существами в океане, такими как планктон, криль и другими микроскопическими животными. Друзья, я всегда восхищаюсь животными, которых создал Бог. Эти гринландские киты могут погружаться в самых глубоких океанах, они могут пробиваться сквозь толщу льда, а также выпрыгивая из воды, они свободно летят над волнами. И всё это они могут делать благодаря лишь силе, которую они получают фактически от микроскопических организмов. Это помогает нам помнить, что мы также живём благодаря коротким обещаниям в Слове Божьем. Когда Иисус был искушаем сатаной, Он цитировал всего лишь несколько маленьких стихов, и это заставило врага отступить. Ты тоже можешь иметь такую же стойкость и долгую жизнь, как гриланский кит, если будешь доверять Божьему Слову в его обещаниях. Просмотрите другие видео от Удивительных Фактов и не забудьте подписаться.